Приветствую! Банальный подход к созданию интерьерной композиции это разместить предметы возле четырех стен. Представьте, каждая стена как бумага для рисования, четыре рисунка и интерьер готов. Очень просто. Именно поэтому так называемая пристенная композиция понемногу исчерпывает себя. Сегодня дизайнер стремится работать со всем доступным пространством. Это похоже на объемное рисование, 3D если хотите. Интерьер делится на зоны, а в центре не остается привычной пустоты. Безусловно для этого понадобится чуть побольше интерьерное пространство. Как это выглядит, знает стиль, который мы назвали архитектурностью. Смотрите сегодня. Вторая волна лаконичного дизайна архитектурность. Если бы не теплый цвет, а какой-нибудь был бы здесь белый, то это был бы уже совершенно минималист. Законы красоты. Композиция интерьера. Если это планирует архитектор, то он располагает предметы, как он бы располагал какие-то здания или объекты в городской архитектуре. Архитектура из мебели в исполнении признанных материалов. Вот эти вот линии, которые любит Карла Коломбо, одомашнивают архитектурность интерьера. Как только не называли архитектуру, чтобы уловить и передать ее суть. И молчаливой математикой, и азбукой гигантов, и музыкой, которая застыла во времени и пространстве. Эти сравнения не лишены логики. Архитектура, как буквы, числа или же звуки, последовательно и покоряется определенным правилам. В частности, я говорю о законах композиции. Ведь все предметы интерьера должны выдержать общий ритм и создать единство благодаря универсальной для них формуле красоты. Стиль архитектурность как раз и занимается поиском такой формулы. Для каждого интерьера она своя. Отсюда и своеобразие настроения. Три архитектурных начала – прочность, польза и красота. Объединяет их в одном интерьере стиль, который мы назвали – архитектурность. Ему свойственны всегда правильные прямоугольные формы, сдержанные цвета и первенство законов композиции. Архитектурные интерьеры наполнены светом, гармонией, интеллектом. Они уравновешены и надежны. Они взрослые. Проектировать целый город внутри дома – такое по силу архитекторам. Здесь всегда интересно посмотреть на то, как решено пространство гостиной. Здесь очень много разнородных предметов. Два прямоугольных столика, образующие большой квадрат в центре гостиной. Диван с проломленной спинкой. Через этот пролом, который можно называть шезлонгом или пуфом, к дивану подступает столик. А к столику с той стороны два кресла. Здесь мы видим немножко другого дизайна столик, но все с тем же таким коричнево-баклажановым, чуть синеватым цветом дерева. Диван – совершенно строгий прямолинейный диван, низкая спинка, но подушки с вот таким конструктивом, который позволяет ему быть повыше. Мы говорим еще и о том, что есть такое понятие, как архитектура интерьера. Композиция предметов в интерьере, в лаунж в первую очередь, она несет в себе некую архитектурность. Она может быть похожа даже на построение архитектуры городов. Если это планирует архитектор, то он располагает предметы, как он бы располагал какие-то здания или объекты в городской архитектуре. Может быть, вы тоже найдете здесь какие-то метафоры. Опять же, смотри, как столики играют между собой, как городские здания. Все разные, на все похожие, разрешенные главным архитектором города быть вместе. Два кресла, между ними столик. Диван с пуфом, на него наплывает прямоугольный столик. Здесь два пуфа и два столика между собой образуют еще одну композицию. В проломе дивана есть еще один столик. Ну вот, вот так вот. Архитектурность тяготеет в дисциплине, но не терпит жестких ограничений. Это не офисное настроение. По всей видимости, вот эта коллекция, которую делал Карла Коломбо, они не такие архитектурно обязательные или дисциплинированные, как то, что делал Антонио Четырео. Здесь вот эти вот линии, которые любит Карла Коломбо, которые одомашнивают архитектурность интерьера. Здесь диван с отдельно изготовленной подушкой, драпированной основанием. Плотное, но очень приятное на ощупь ткань. То есть мы опять же с тобой говорим о абразивности или не абразивности ткани, то есть насколько она будет стоять и держать форму, или она будет мяться. В ткани есть такая своего рода велюровость, если хотите. Сейчас уже так это не бросается в глаза, велюр присутствует, добавляя какой-то вот такой дворцовости чуть-чуть, добавляя какой-то старинности, артистокристичности к общему архитектурно выверенному настроению, которое создает дизайн флекс-форм. Коммуникационный диван. Удобно использовать подушки, чтобы положить руки. Видишь, высота подушки, она чуть меньше, чем высота изголовья. Здесь плоская подушка, поэтому он достаточно жесткий, такой уверенный в себе. Ну и вот эти формы, я бы увидел в них винтаж 60-х. А ножка говорит о том, что это сделано архитектором. Ему нравятся такие стальные опоры. Зонирование пространства. Мебель объединяется в отдельные группы, что позволяет функционально заполнить всю комнату. Сколько различных предметов, как маленьких домашних животных, разбросано по этому пространству гостиной, каждый из которых имеет свою функцию, может быть, как-то использовано. Все вместе они сочетаются. Это такой беспорядок специально созданный. Льковный диван. Он используется в какой-то степени как room divider. Здесь мы находимся в пространстве гостиной, вернее, чуть-чуть за этим пространством. Оно ограничено вот этим диваном. С обратной стороны уже наступает спальня. И вот мы попадаем в пространство спальни. Обрати внимание на высоту постели. Всегда вот эта высота, на которой расположен матрас, как-то между строк намекает нам на возраст того, кто здесь живет. Чем выше, тем старше. Посмотри, как это сделано. Стоит угловой диван. В общем-то, два практически одинаковых элемента. Один и другой расположены перпендикулярно, относительно друг друга. Длинный столик высоты 60-65 см, который, в общем-то, не совсем журнально-кофейный. Это столик, который может быть использован и для каких-то настольных игр, или для совместного, для работы, положить сюда iPad, компьютер и прочее. Эта часть дивана – это шезлонг, у нее нет подлокотника. Поэтому вместо подлокотника здесь такой же высоты, 60-65 см, подъезжает еще один кофе-тейбл и к нему тоже два кресла. То есть, собственно, что-то типа микса между зоной лаунж и кабинета, между зоной лаунж и переговорной комнатой. Экономим пространство. У диванов специальные проломы, вместо подлокотников – столы. Такие диваны можно разместить даже по центру комнаты. Посмотри, какой симпатичный метрополитанский интерьер. Давай померяем на себя этот диван. У него длины где-то раз, два, три, ну, четыре метра точно. Посмотри, кожаный. Спинка разной высоты. Боковая панель тоже отделанная кожей. Это регулируемая спинка. Она опускается и поднимается. Высокая спинка, она обычно уместна для пристенного расположения, а для центрального расположения, конечно, лучше, чтобы диван был с невысокой спинкой. У нас нет подлокотника, у нас есть шезлон. Зачем нам подлокотник, если мы хотим здесь иметь вместо подлокотника пристойный столик для того, чтобы на него поставить все, что нам надо. Этот же столик может у нас стоять где? Вот здесь. Плюс он может у нас забегать за диван. Благодаря своим вот этим лапкам он подлазит, он устойчивый, он подлазит под диван, и он у нас очень симпатично смотрится. Мы продолжаем показывать те композиции, которые позволяют пристраивать различные корпусные конструкции к мягкой мебели. Здесь вот такие стеллажные конструкции, они деревянные. С обратной стороны это закрыто полностью подушкой дивана. То есть это не отдельно стоящая композиция, это элемент дивана. Здесь для того, чтобы у него облокотиться, есть еще такой барьерчик. Архитектурность в нашей интерьерной вселенной имеет своих единомышленников. Дисциплинированностью она напоминает стиль надежность, а эстетику большого города подхватывает динамика. Уже совсем скоро мы познакомим вас с этими двумя стилями. Дождитесь. А тем временем отслеживайте новости курса интерьера на нашем официальном сайте и в социальных сетях. До встречи.